Конечная остановка любви. В Калининграде местные жители бьют тревогу из-за секс-шопа на колесах, который обосновался рядом со входом в городской парк. Бойкая торговля интимными изделиями идет прямо с борта автобуса и остановить ее пока никак не получается. В нюансах пикантного бизнеса разбирался Андрей Караманов. Не ждите поездки, приехали. Рядом с парком культуры и отдыха в Калининграде старенький автобус сверкает пикантными объявлениями. Теперь это магазин на колесах. С культурой в нем не связываются, а вот отдыхать предлагают разнообразными способами. Везут в народ интимные товары широкого потребления. Тут и дети. Это надо делать более деликатно, даже если ему здесь стоять. Там такую бяку пишут, да еще и без грамма. У секс-шопа на колесах длинная биография. В 2014-м пазик любви стоял в самом сердце города, у выхода из дома советов. Но чиновники, видимо, были не такими любвеобильными, как посетители парка. И автобус нашел новую, конечную. Теперь он почти что местное достопримечательное. Меня не интересует, ну стоит, да стоит. Ну они же официально стоят, я так понимаю. Если все в рамках закона, то почему бы нет? Вопросы, кстати, правильные. Но чиновники почему-то несколько лет их никому не задавали. Может быть, переезд от дома советов был ошибкой? Так или иначе, теперь проверка показала. Коммерсанты несут в массу свою любовь, так сказать, самоуправно. Торговать игрушками для взрослых у входа в парк им никто не разрешал. Вот этот памятник любви, так его назовем, который уже превратился, к сожалению, в недвижимость. Стоит на подпорках, ржавый, гнилой. И осуществляет торговлю продукцией интимного содержания. Здесь много школьников, много детей проходит мимо. Не дай бог, туда кто-то заглянет, очень сильно удивится. Где и как должны располагаться так называемые магазины для укрепления семьи – вопрос, который поднимается регулярно. Судя по количеству таких торговых точек в городах России, спрос, который рождает предложение, довольно крупный. Но рядом со школами или детскими площадками деликатные прилавки, как правило, не хотят видеть даже их постоянные клиенты. Если в ход идет агрессивная реклама, противников у секшопа прибавляется. В законодательстве на данный момент продажа такой особой группы товаров, как интим-товары, оно ничем не узаконено и не регламентировано. Соответственно, такие продавцы интим-товаров, они подпадают просто под розничную торговлю. Встреча чиновников с шофером магазина на колесах вышла бурной, но очень короткой. Продавцу выписали штраф, и он тут же объявил перерыв. Теперь это стоп-слово красуется на запертых дверях автобуса любви. В муниципалитете, правда, тоже разводят руками, кроме как штрафами, говорят, других способов борьбы не знают. Хотя, по слухам, конфликт надолго не затянется. Дорожные инспекторы тоже задумались, что пора освободить общественную парковку от яркого автохлама. Андрей Караманов и Евгения Соловьева, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...